Пираньи обыкновенные Как ни странно, пираньи согласно научной классификации, относятся к отряду харациновых. В составе этой группы пресноводных рыб объединены очень мирные обитатели водоемов, которых по нраву и характеру можно сравнить с нашими карасями и карпами. Достаточно сказать, что близкими родственницами кровожадных пираньи являются прелестные рыбьи неоны, миноры и тетры, которые присутствуют во многих аквариумах. Для животных и человека реальную опасность представляют всего несколько видов пираньи. Самый известный представитель, вокруг которого не утихают разговоры, это красная или обыкновенная пиранья. Обыкновенную пиранью считают самой свирепой из всех видов пираньи, встречающихся в природе. Для пираньи характерно удивительное строение челюстного аппарата, пожалуй, не имеющего аналога в природе. Зубы, имеющие треугольную форму и размеры 4-5 мм, пластинчатые и острые, словно лезвие бритвы, слегка загнуты внутрь. Это позволяет им с легкостью рассекать плоть жертвы, отрывая куски мяса. Кроме того, верхние и нижние зубы идеально заходят в пазухи, при закрытии челюсти, создавая при этом сильное давление. Эта особенность позволяет пираньям перекусывать кости. Некоторые травоядные виды пираний, в естественных условиях питаются даже орехами, с легкостью раскалывая своей мощной челюстью прочную скорлупу. Живет пиранья обыкновенная в стаях, от 20 особей. Таким образом, им легче охотиться, но при этом и не стать самим жертвами. Естественных врагов у пираний хватает. Наиболее опасный, обитающий в бассейне Амазонки и других южноамериканских рек, черный кайман, крупный южноамериканский крокодил. Это пресмыкающееся является своеобразным регулятором численности пираний в водоемах. Замечено, что когда поголовье кайманов уменьшается, резко возрастает численность пираний, что сказывается на уменьшении в реках промысловых рыб, которыми питаются эти хищницы. Естественными врагами пираний также является амазонский речной дельфин Нье, Арапайма и Бахрамчатая черепаха. Стая пираний способна за несколько минут оставить от многих животных одни кости. Пираньи реагируют на движение в воде. Когда одна из них находит жертву, к месту моментально слетаются остальные. Информация о том, что они способны почувствовать кровь жертвы на приличном расстоянии, правда. Рыбы-пираньи обитают в мутных водах Амазонки, и это естественно, что им пришлось адаптироваться к условиям плохой видимости, как результат хорошо развитой обоняния. Длина особи этого вида может доходить до 30 сантиметров, но в основном они размером с ладонь человека. В последнее время, в домашнем содержании и разведении, стала очень популярна эта либа. Пираньи в аквариуме вырастут меньше того размера, который характерен для нее в естественных условиях, и немного теряют свою агрессивность. Удивительно, но при такой угрожающей внешности, они становятся в условиях замкнутого пространства пугливыми, и часто скрываются в искусственных укрытиях. Многие ученые и зоологи, которые провели на Амазонке не один год, ни разу не стали свидетелями нападения пираньи на человека. Кроме того, они сами, подвергая себя опасности ради эксперимента, купались в мутных водах реки, где за несколько минут до этого ловили пираньи, но нападение не последовало. Имеются достоверные источники об укусах на пляжах Аргентины, когда первыми атаковали рыбы. Но это были единичные случаи. Зоологи объясняют это тем, что пираньи, нерест которых как раз начинается в разгар пляжного сезона, строят гнезда на мелководье. Поэтому такое поведение рыб вполне закономерно, они защищали свое потомство. К тому же, пираньи наиболее опасны для человека в период засухи. Когда уровень воды в реках достигает своего минимума, что сказывается на их рационе, еды становится меньше. Местные жители об этом знают, и в реку в это время не заходят. Этих рыб встречали во многих пресноводных водоемах Европы, куда они попали скорее всего, по воле любителей аквариумного содержания животных. Впрочем, пугаться этих фактов не стоит. Пираньи являются тепловодными рыбами, и во естественных условиях наших водоемов, способны некоторое время прожить лишь летом. Красивая внешность этих рыб и их репутации интересных животных сделали пираньи желанными питомцами аквариумов. Они неплохо приживаются в неволе и способны прожить долгие годы в подходящем по емкости сосуде, при должном уходе и, особенно, удовлетворительном питании. Способность пираньи в считанные минуты съесть крупное животное послужила поводом для использования образа гигантских пираньи в фильмах ужасов. Так, в 1978 году режиссером Джон Данта был снят фильм «Пираньи», а в 1981 году режиссером Джеймсом Кэмроном было снято продолжение «Пираньи 2. Нерест». В 1995 году снова был снят фильм «Пираньи» о пираньих мутантах, на этот раз режиссером Скоттом Филиппом Ливайей. В 2010 году снова был снят фильм «Пираньи» режиссером Александра Ажа в формате 3D. Пираньи опасны и весьма прожорливы, но все же истории о них зачастую чересчур приукрашены и надуманы. Коренное население Южной Америки научилось сосуществовать рядом с пираньями и даже сделало их объектом промысла.